Приветствую вас! Вы задаете два вопроса, и первый вопрос вас звучит так. Как быть с значениями семьи? Признаться честно, вот, ну, не совсем понятный вопрос. Причем это же не вопрос, вы не вставите знак вопроса в конце предложения, вы просто написали, как быть с отношениями в семье. Ну, отношения в семье вообще-то строят. Обычно. Всегда. Если есть какие-то проблемы, то их решают. Наверное, для начала определить, какие это проблемы. Вот, пока вы не опишите эти проблемы, говорить о том, как быть с отношениями в семье, не представляется возможным. Потому что это слишком общий вопрос. Слишком общий вопрос. Дальше вы пишите, что делать с того, чтобы муж никогда не потерял интерес к жене. Как это не парадоксально отлучить, но для того, чтобы муж не потерял интерес к жене, нужно, чтобы оба супруга не воспринимали друг друга только как супруга. То есть, чтобы муж видел в своей жене не только жену, но и женщину, но и друга, но и партнера и собеседника, возможно, в своем диалоге. То есть, понимаете, если муж интересуется своей женщиной только в качестве жены, ну, получается из этого как раз таки и то, что люди очень ограниченные отношения имеют на самом деле. А если муж относится к своей супруге как можно более разносторонне, то есть это имеется в виду те перечисленные сферы отношения, о которых я говорил, то тогда и интерес не пропадет. Ведь кто такая жена? Жена это очень узкое наименование сферы деятельности женщины, которая включает в себя, как правило, осуществление супружеских обязанностей. И это супружеские обязанности, это не секс, это не интимные отношения, нет. Если вы так думаете, то вот здесь я вынуден вас немножечко, как бы, охладить. Нет. Интимные отношения, это как раз таки отношения между мужчиной и женщиной. Я думаю, что достаточно представляет совершенно другой сферы. А мы говорим про жену. Жена выполняет обязанности по дому, в основном воспитывает детей, мужа и все. Решает бытовые вопросы, кстати говоря. И больше она, по сути, ничего не делает. Жена. А вот женщина, женщина дает своему мужчине то, что мужчине как раз таки нужно. А женщина удовлетворяет желание своего мужчины. Позволяет мужчине чувствовать себя таковым. С ней. И это тоже очень важный момент. И как личность, она является собеседником для мужчин. разделяяя его интересы, там, поддерживая его, ну и прочее. И вот в этом случае, при таком подходе, муж никогда не потеряет интересы к своей жене. Но, что нужно для того, чтобы сделать все, о чем я говорю? Для того, чтобы разделять интересы мужа, нужно интересоваться ими. Для того, чтобы делать мужчину мужчиной, нужно знать желание своего мужчины. И для того, чтобы рядом с ним быть той женщиной, которая ему нужна, нужно адекватно, объективно оценивать свое женское поведение и развиваться в этом, и поддерживать свой образ женщины. И вот теперь, когда вы имеете представление о том, что нужно делать для того, чтобы мужчина никогда не потерял интерес к жене, вам необходимо определить, а в каких из приведенных сфер есть у вас проблемы. То есть, все ли вы можете вот это сделать, все ли вы можете мужчине дать и так далее. Если нет, то почему, что мешает. Ну и отдельным пунктом идет здесь то, что никогда это утверждение достаточно категорично. Любящий человек не стремится к тому, чтобы тот, кого он любит, никогда не потерял к нему интерес. Любящий человек стремится к своего любимого, того, кого он любит, сделать счастливым. И отдаёт себе отчёт, что в жизни ценности меняются, взгляды тоже меняются. И что человек по своей сути может перестать принимать то, что раньше делало его счастливым. И если такое произойдёт, то нужно быть готовым отпуститься. Как бы это тяжело не было, как бы это не было для вас невозможно, нужно быть готовым отпустить своего мужа, в случае чего. А невозможность отпустить своего мужа говорит о том, что вы от него зависимы. Говорит о том, что вы вкладываете в него чрезмерно много своих желаний. И эти желания, которые должны удовлетворяться вами самостоятельно, вы удовлетворяете через своего мужа. В результате чего излично привязываетесь к нему, в результате чего теряете равноправие по отношению к нему, и в результате чего теряете привлекательность для него. То есть для того, чтобы мужчина никогда не потерял к вам интерес, нужно быть независимой, самодостаточной, равноправной женщиной по отношению к мужчине. И быть для него той, какой он хочет видеть вас. Какая ему нужна женщина? Определив перед этим, готовы ли вы стать такой, чтобы это не вступило в противоречность тем, что вам дорого, что вам ценно, чтобы вы не ломали себя, когда стремились быть той женщиной, которой мужчина хочет вас видеть. И это обязательно личностный рост, развитие кругозора, организация своей деятельности, организация своего личного пространства, прогресс, постоянное развитие и так далее, и так далее, и так далее. Вот именно так нужно поступать, чтобы мужчина не потерял к вам интерес. Ну, а проблемы, если таковые есть на вашем пути, проблемы, если таковые есть в вашей семейной жизни, их нужно решать. Но для начала их желательно бы просто-напросто как-то озвучить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.